По-прежнему ожидаем от властей ФРГ ответов по существу на официальное российское обращение от 27 августа, 14, 24 и 28 сентября об оказании германскими компетентными ведомствами практического правового содействия в рамках проводимой МВД России до следственной проверки причин экстренной госпитализации блогера Навального в Омске 20 августа текущего года. Германская сторона, прикрываясь то одними, то другими причинами, надуманными предлогами, сознательно затягивает удовлетворение этих запросов упреки собственным же заверениям и обязательствам в сфере международного правоохранительного сотрудничества. В этом плане ничего не изменилось. Лишь 30 октября в Генеральную прокуратуру России из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо по делу Навального. Коллеги из Генпрокуратуры со своей стороны уже прокомментировали это послание. Министерство иностранных дел России также ознакомились с его содержанием. Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств, произошедшего с нашим гражданином. Вызывает удивление, что немецким правоохранительным органам понадобились почти три месяца, чтобы сформулировать эту короткую отписку. Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, поставленные российской стороной в четырех вышеупомянутых запросах, Федеральное ведомство юстиции ФРГ ровным счетом ничего не сообщает, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти Германии отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Навального пресловодным ядом новичок, включая его биопробы и результаты их анализов. В этом контексте хотели бы также напомнить, что ранее по настоянию германской стороны была вымрана вся существенная информация из отчетов Организации по запрещению химического оружия по оказанию Германии технического содействия в этом деле. Возникает вполне оправданный вопрос. Мы его ставили неоднократно. Что скрывают наши немецкие контрагенты и обнародование чего они так боятся. Москва рассчитывает, что в итоге Берлин все-таки выполнит на деле свои международные правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и начнет предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Надеемся, что правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг российского гражданина, наносящей серьезный ущерб двусторонним отношениям.